доброго времени суток зрители и вы находитесь на канале частное мнение студии с Игорем Калининым вот тема сегодняшнего злободневного или будем так говорить ну какого там вопрос вопрос который мы будем обсуждать злободневный это нововведения в ю-тубе которые касаются ну касаются 10 декабря вот то есть уже буквально через 20 деньков вот придут новые и нововведения и плюс еще стратегия стратегия поведения на канале то есть или стратегия поведения авторов ну затронем из того что я знаю из того что я сформировал свое мнение вот значит о нововведениях ситуация простая и она банально то есть на платформе ютуба сменился собственник и этот собственник закручивает как бы гайки он их тоже не то что закручивает но он выставляет свои требования для членов сообщества ну то есть мы члены сообщества вот для нас он делает свои требования выставляет собственно все вот этим можно вот такими двумя словами можно все объяснить вот я не думаю что будет какое-то дикое ужесточение вот потому что я допустим наблюдал уже сколько времени я наблюдаю за другими каналами за своим там и так далее то есть существует весьма шаткая какая-то схема которая она настолько сырая непродуманная где-то в каких-то местах что приводит к противоречиям и к недовольству авторов то есть например все вот сейчас бегают и думают что делать с детскими каналами я тоже думаю потому что у меня один из моих каналов он детский называется качели я как бы перестал туда вообще что-то выкладывать давно уже не выкладывал несколько месяцев потому что непонятно вот может его вообще там идти ну не разрешат или потребует какие-то от меня письменные доказательства чего-то потому что у меня там все дети снятые и все дети маленькие вот чуть побольше снимешь уже извращенец а маленьких то есть надо согласия родителей вот тут как бы непонятно очень непонятная тема значит по поводу детских каналов я заметил такую странную вещь то есть отключаются вот один детский канал ведет там ребенок ну грубо говоря девушка вот у нас есть одна у меня девушка знакомая несовершеннолетняя вот она ведет канал один ролик отключают комментарии у другого нет причем то что снимает ну то что изображено в ролике вот это более такое будем говорить пикантная чем вот это и там где не пикантная отключено отключены комментарии а вот здесь вот где-то что-то не очень так снято правильно с точки зрения морали ничего все нормально хотя весь канал в целом ничего там аморального нет вообще ни одного кадра но это мое мнение вот ну просто дети балуются снимают там то что считают нужным и все как бы и снимает они я вам честно скажу для своих сверстников то есть я просто как бы на правах дедушки там вот могу там забраться посмотреть и все собственно и еще такой момент очень много детских каналов ко мне тоже приходят и просят ну подписку то есть я даже не знаю на каких основаниях или условиях они находят меня и просят у меня подписку тоже непонятно вот я думаю что все будет как обычно все устаканится вот новые собственники они войдут свои права вот эти вот закрытия открытия это везде ну то есть вышла бумага там в сша вышла юридическая бумага ну им надо что то делать отвечать на эту бумагу на эти документы на эти постановления хорошо вот такой им ответ вот я думаю что все будет хорошо у нас вот ну мое такое мнение частное что все будет нормально не не нужно бояться вот потом тут пару авторов я видел девчонки девушки у нас там мамы молодые вот там ребенка ребенок показался в кадре я испугалась стрим там выключился да он мог вот типа соединение плохое плохое соединение не влияет на ютуб и на платформу оно влияет на работу компьютера поэтому такие сбои не под не во власти не в это не в компетенции администраторов ютуба то есть они не могут вам физически отключить компьютер они могут просто заблокировать канал то есть остановить его ну и все как бы а то что там опа вай фай потерялся и потому что ребенок сзади прошел он наверное его и пошатнул ну как бы один из таких версий одна из таких версий ну все то есть второй вопрос стратегии поведения современного вот этого вот значит я тут по занимался вопросами и посмотрел на свою выручку на свои достижения легкие такие небольшие я пришел к выводу что нужно сидеть в колоколе то есть снимать какие то передачи значит канал должен быть узко тематичным ну или допустим несколько тематик держаться в этом канале они должны держаться группой допустим вот влог вот как у меня сейчас я держу влог потом держу частное мнение там биосфера и так далее то есть роботам ютуба должно быть понятно что у вас за канал что вы предпочитаете если вы занимаетесь образованием пишите везде образование то есть это известная тема то есть чем уже специализация канала тем проще роботам выкладывать рекламу и анализировать ваши действия это ну как бы понятно вот то есть это одна вторая это колокол то есть не жалейте времени сидите у своих друзей смотрите их там открывайте по 5-6 вкладок ну я так делаю то есть открываю там у меня стал стал ограничитель почему-то раньше такого не было то есть показывает вот написано сейчас 99 у друзей вышло уже 99 пока я разговаривал этих роликов новинок я захожу он мне показывает только 10 и потом вообще ну убирает как бы вот эти 99 ну как бы раньше он так не делал раньше он полностью показывал всю прокрутку то есть прокручивал ну ладно пускай так будет вот 10 вкладок сразу открываю чтоб они не потерялись и по очереди там смотришь значит роботам это нравится как я вот выяснил роботы любят и у меня пошла аналитика типа в гору хотя я не знаю в чем там проблема ну пошла куда-то там потихоньку вверх там где-то как-то вот вторая ситуация после колокола это если кратко подписки отписки то есть если на вас нельзя много подписываться то есть я в свое время сделал такую ошибку я писал без ограничений по 70 по 100 подписчиков там за раз подписывался там занимался пока меня там мне роботы закрыли вообще подписки зато мне стали открывать все что хорошо по зеленой то есть у меня канал открылся когда я отписался то есть я взял всех авторов на которых подписывался раньше и которые мне не ответили и каким-то образом мне мешают ну то есть как-то короче получается балластники я начал от них отписываться вот это у нас много таких друзей из восточных стран вот там Индия Таиланд вот Филиппины вот я как-то уже сталкивался с этим то есть отписываешься от этих людей потому что ты знаешь что они тебя не смотрят и ты им не нужен то есть от тех каналов новостные вот эти всякие каналы которые там непонятно то есть зачищаете вот это вот пространство для того чтобы получить новых друзей и роботам это тоже нравится получается что основная стратегия ютуба пузырится то есть пенится пузырится там то есть вы должны в пене находиться вот в этой вот среди как я говорю там пчел мух то есть у вас должно то есть колокол это и есть вот это вот самое это то самое есть место где вы двигаетесь все больше тут вариантов нету никаких все остальное то есть можно рассылать письма день и ночь на эти письма никто особо не отвечает ну я вот сделал как кто увидел меня допустим у меня есть канал белгородские странички и я всем пишу открытым текстом то есть друзья там товарищ помоги набрать тысячу подписчиков то есть я вот отправил своего братика белгородские странички то есть по людям но я пошел не по случайным людям я пошел к вам друзья то есть те кто меня сейчас смотрят вот те кто подписан на меня а я на вас то есть вот такая тема то есть это прошло без особых эксцессов ну немножко подписчиков мне там подкинули по товарищески спасибо вам всем большое за это вот и мое мнение вот такое надо двигаться в колоколе нужно выкладывать как можно чаще темать узкотематические передачи делать вот либо ролики снимать ну и отвечать своим друзьям взаимностью то есть там понимаете как получается с точки зрения дружбы и хороших отношений получается фигово косяк получается реальный потому что как те кто находится в пене кто продуктивно выкладывает ролики кто занимается ютубом они постоянно у меня получается на слуху это я уже вот понял за последних там два месяца когда я занимался вот ну мое мнение такое что по дружески вы можете все таки зайти и поддержать людей которые редко выкладывают ролики редко ну потому что потому что есть люди которых ну вам они уже как друзья или как приятели вот то есть к ним желательно бы зайти и поддержать их ну и все вот такая вот такая структура совершенно нехитрая то есть этот колокол он и добро и зло для дружбы но для бизнеса вот он сделан вот так вот неумолим он неумолим это то чем я хотел поделиться и вот мое мнение такое если придерживаться требований роботов смириться так сказать и если вы пишите комментарии что у вас вы смотрите полный просмотр то смотрите если написали то есть то что вы написали должно быть правдиво хоть как то то есть люди с которые с вами общаются они должны вам ну хотя бы как то доверять но мы находимся в разных концах мира как как мы можем друг друга проверять что специально вот эти программы устанавливать слушать смотреть там дует мне от другого автора или не дует там смотрит он меня не смотрит то есть хотя бы какое то небольшое доверие вот ну и все даже если вы просто раздаете комментарии и чуть-чуть смотрите уже все равно это будет ну роботы увидят это и с вами вас поддержат вот все это и плюс еще я сделал вывод что все это фигня по поводу новых каналов новый канал без вот этих писем без разных разгонов искусственных вы ничего не поднимете у вас будет пять подписчиков и три видеоролика и никакого хорошего настроения вот всем пока всех до новых встреч добра всем счастья вот ну и двигайтесь двигайтесь вот снимайте и радуйтесь жизни все всем пока до новых встреч